Генеральный партнер программы В этот дивный день Рождества слово не устрашилось и не устыдилось произойти из утробы девичьей, не сочло недостойным себя принять плоть от своего творения, чтобы творение, сделавшись одеянием Творца, сподобилось славы. Святитель Григорий Чудотворец В рождественскую ночь кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонек надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше. Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, потому что уже через несколько дней наступает великий праздник. Рождество Христово – удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда, и это чудо происходит. Христос рождается, славите, несется над Вселенной. Христос с небес встречайте, весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род вместе прославляют того, чья любовь не имеет границ. Праздник Рождества Христова издревле праздновался христианами 25 декабря, 7 января, по-новому стилю. Когда гонения на христиан были в первые три века, то этот день был установлен из-за того, что христианам приходилось скрываться. И поэтому день 25 декабря в Римской империи был днем непобедимого солнца. Ну а для нас, христиан, Христос – солнце правды. Вот поэтому христиане и стали в этот день праздновать праздник Рождества, чтобы вместе со всем христианским миром, со всем тогдашним языческим миром, можно было не выделяться из общей толпы, так как за это можно было пострадать. На Первом Вселенском соборе в 325 году праздник Рождества Христова был святыми отцами установлен праздноваться именно 25 декабря. И с этого года, то есть с этой такой, можно сказать, поворотной даты, этот день стал действительно солнцем правды, которая высияла для всех людей. Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории и наши летоисчисления ведется от Рождества Христова. В России этот праздник всегда был особенно любим. Родители рассказывали своим детям о том, как волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу и принесли ему дорогие подарки. Ребятишки с малых лет принимали от старших не только народную мудрость, но и сложившиеся веками традиции и обычаи. Любовь к празднику выражалась и числом храмов и монастырей, возводимых в честь праздника Рождества Христова. В одну из таких церквей наша съемочная группа отправилась на торжественное богослужение. Находится она в Ряжске. Сегодня храм относится к Скопинской епархии. Взглянув на него лишь раз, становится ясно, что пережито им было немало. Прежде чем мы расскажем вам о торжественном богослужении и его значении, мы ненадолго окунемся в историю Христо-Рождественского храма города Ряжска. Впервые он напоминается еще в 17 веке при старинном кладбище. Та картина, которую можно наблюдать сегодня, сильно отличается от той, что была раньше. К церкви Фофановскую Слободу из города вела дорога через страшный овраг, который можно было перейти лишь по узкому деревянному мосту. В народе его именовали «Чертов мост». Пройти по нему мог лишь только один человек в одном направлении. Сегодня же овраг засыпан, а вместо моста из города ведет хорошая пешеходная дорога. Она является уже не тем страшным мостом, пугающим людей, а наоборот помогает жителям Ряжска быстро добираться из города до Христо-Рождественского храма. К 1840 году, к моменту освящения церкви, главными прихожанами были жители Фофановской Слободы и деревни Хупотка. На сегодняшний день это село Веденовка. Но в 18 веке этот приход стал самостоятельным, и, ну, можно сказать, что Христо-Рождественская церковь прихожанами своими оскудела. Но, тем не менее, большое количество военных, бывших военных, селилось именно вот в этой вот Слободе. И надо сказать, что к началу 20 века этот приход стал достаточно большим и насчитывал более трех тысяч человек. Но дальнейшая судьба храма после 1917 года была печальной. Как и многие храмы в городе Ряжске, он был закрыт, и позже в нем находился сельскохозяйственный склад. Вновь приходская община была зарегистрирована в 1997 году, однако литургическая жизнь возродилась только в 2010-м. Торжественное освящение, возглавляемое правящим архиереем Владыкой Павлом, состоялось в начале лета 2011 года. Но основная реставрация этого храма началась лишь только год назад, и за это время многое было сделано трудами настоятеля храма и его прихожан. Работы было проведено много, и когда это делалось, то поверилось, что храм мы восстановим. Над колокольней крыши не было, потому что колокольня – это все в перспективе, там большие нужны денежные средства, чтобы восстанавливать колокольню. Хотя эта работа ведется уже, проектировщики приезжали, готовят проектно-смертную документацию по восстановлению колокольней. Но она была голая, мы к зиме сделали временную крышу. Как видите, поставили окна пластиковые, все, решетки кое-где восстановили, покрасили. Ну и отопление уже, видите, сделали. Что работа была колоссальная. Мы не думали, что заход пройдет вот такое мощное восстановление, что храм действительно восстанет из руин. Но так оно и получилось. Благодаря всем вам, уважаемые прихожане, благодаря всем тем молитвам, которые вы совершали в этом храме и дома, благодаря всем тем неравнодушным людям, которые приезжали издалека и помогали каждый, кто как мог. Кстати, вся собственность, принадлежащая церкви до советского периода, ныне возвращена приходу. Это дом священника и здание, где раньше располагалась четырехлетняя приходская школа. Сегодня есть планы восстановить и их после реставрации храма. Также будут проведены необходимые работы по благоукрашению территории вокруг Христо-Рождественской церкви. Есть желание устроить здесь небольшой сад и детскую площадку. Я всех поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю всем здоровья, счастья. И самое главное, не забывайте о том, что у вас есть маленькая частичка, маленький храм в маленьком городе Ряжске, который объединяет в себе большую Россию. Бог явился во плоти, действуя уже не на расстоянии, как это было с пророками, но сделав человеческую природу, сросшейся и соединенной с самим собой, и таким образом возведя к себе все человечество через посредство с родственной нам своей плоти. Святитель Василий Великий. Ну а теперь пора возвращаться на торжественное ночное рождественское богослужение, которое имеет немало интересных и важных для православных людей моментов. Церковные песнопения и каноны, посвященные прославлению Рождества Христова, составлены знаменитыми песнопевцами церкви. Произведения эти наполнены поэтическими образами, безграничной глубиной богословского умозрения и силой чувства. Идейное содержание этих творений в целом представляет историко-богословское изображение тайны Христова Рождества. В течение многих веков разные христиане по-разному отмечали этот праздник, но с введением единообразия в устав церковный этот день был отмечен особым богослужением. Богослужение этого дня начинается с Великого Повечерия, которое состоит из трех частей. Я думаю, что для многих из нас они сейчас пока еще не очень понятны, но самое торжественное песнопение этой части, когда громогласно хор поет «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, потому что с нами Бог!» Вот это одна из самых торжественных частей рождественского богослужения. После этого совершается лития, когда духовенство исходит в притвор храма или в центральную часть храма, совершается освящение хлеба. Лития – это очень древнее установление. Раньше она совершалась в знак того, что из храма выходили на улицу и шли, например, к месту погребения мученика или к месту, связанного с каким-то священным событием. Впоследствии на месте таких событий стали строиться храмы, а вот обычай исходить на литию, то есть с особыми молитвами и прошениями, остался в нашем вечернем богослужении. Наутренне после троекратного пения тропаря Рождества Христова духовенство исходит на середину храма, на Палиелей. Это тоже очень древняя часть богослужения. Раньше за ней пропивались два больших псалма, но сейчас в нашем современном богослужении осталась только лишь его небольшая часть. В это время совершается кождение алтаря и духовенство. Потом после духовенства хор поют величание праздника Рождества Христова, прославляя таким образом родившегося Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Рождества Христова, И пречистые Девы море Поки, поки, миров Господу, помолимся После окончания полиэлея верующие прикладываются к оконе праздника И священник помазывает их святым маслом Маслом мы помазываться должны каждый день Не только когда мы болеем Но и каждый день в течение всей нашей жизни Для того, чтобы осветить свои мысли Осветить свое тело благодатью и святого Духа Пречистую, 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 славную, лазичицу нашу Богородицу и Престудеву Мои Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга И весь живот наш Кресту Богу предадим Вечернее богослужение заканчивается великим словословием В котором мы славим Бога за все его к нам благодеяния Как правило, в наших храмах совершается ночное богослужение Поэтому сразу после всеночного бдения читаются часы И совершается божественная литургия Литургия в день праздника Рождества Христова Отличается тем, что мы не слышим На ней привычных в начале нам псалмов Благослови Душа Моя Господа Хвали Душа Моя Господа А поются специальные антифоны праздника Дальнейший ход службы Он не отличается от обычной божественной литургии И совершается так же Как обычное время года И поминовение о здравии Совершаются ектеньи Где мы просим у Бога помощи Но я думаю, что в этот день все эти ектеньи Они для нас наполнены особым смыслом Так как мы прославляем родившегося Спасителя После божественной литургии По традиции совершается славление праздника То есть поется тропарь, кондак и величание Рождеству Христову И самая еще, наверное, одна из интересных традиций Русской Православной Церкви Это читаются послания Святейшего Патриарха И правящего архиерея Епархии В которых архипастыри поздравляют нас С праздником Рождества Христова Каждый из нас может принести свет Вифлеевской звезды Ближним и дальним Коллегам, друзьям, родственникам, соседям В минувшем году Сработничество с государственными властями Общественными организациями Представителями деловых кругов Было положено очару многим инициативам Которые могут сплотить людей Возродить твердые духовные и нравственные основы нашей жизни Развитие такого соработничества Так же, как и свидетельство о драгоценном единстве нашей Церкви Служили совершенную мною поездки по России, Украине, Молдове Эти посещения обогатили мой опыт молитвы и общения с верующим народом И, надеюсь, содействовали укреплению духовных уз Поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием Молитвенно желаю неизменного пребывания В радости о Господе Который воплотился, чтобы мы по упованию соделались Наследниками вечной жизни Бог же надежды да исполнит вас Всякой радости и мира в вере Дабы вы силой Духа Святаго Обогатились надеждою Аминь Кирилл, патриарх Московский и всея Руси Рождество Христово 2012 года Город Москва Во время богослужения совершается особая часть литургии Проскомидия На ней приготовляют хлеб и вино для таинства Важно знать здесь, что Проскомидия символизирует Рождество Иисуса Христа Совершается оно в алтаре и скрытно для верующих, находящихся в храме Так же, как скрытно, неведомо для мира произошло рождение Спасителя В переводе с греческого слово Проскомидия означает принесение Древние христиане сами приносили в храм хлеб, вино и все необходимое для литургии Для Проскомидии употребляется пять особых просфор Из первой, после особых молитв, священник вырезает середину в форме куба Этой части просфоры дано название Агнец Она полагается на дискос, круглые блюда на подставке, символизирующие ясли, в которых родился Спаситель Из второй просфора Богородичная священник вынимает часть в честь Божьей Матери Из третьей вынимается девять частиц в честь святых Иоанна Крестителя, Иоакима Иоанна, пророков, апостолов, святителей, мучеников и преподобных, а также бессеребренников После этого священнослужитель приступает к четвертой просфоре Из которой вынимают частицы о живых О патриархе, епископах, пресвитерах и диаконах А из пятой просфоры вынимают частицы об усопших Патриархах, создателях храмов, епископов и священников Все вынутые части укладываются на дискос Покровцы, которыми накрывают дискос, всегда употребляются для святых даров Они в начале литургии символизируют собой младенческие пелены Иисуса Христа Надо сказать, что этот праздник особ для нас всех тем смыслом Который в него был вложен еще в древности святыми отцами Особенно святителем Афанасием Александрийским Для него воплощение Христа Спасителя являлось отправной точкой в деле спасения человека Если бы Христос не пришел на землю, то человеку невозможно было бы соединиться с Богом Как говорит один из писателей II века Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом То есть для того, чтобы человек мог обожиться, достигнуть святости, достигнуть единения с Богом И вот в пещере, не в каком-то дворце, а в пещере рождается сам Спаситель мира Для того, чтобы показать нам пример смирения Для того, чтобы показать нам, чтобы Он пришел не покорить этот мир какой-то неземной властью А покорить этот мир любовью Потому что только через любовь к Христову достигается подлинное райское блаженство для всех нас Наступил всех праздников праздник и наполнил радостью Вселенную Праздник увенчания всех добродетелей, источник и корень всех благ наших Праздник, которым небо отверсто, дух не спослан, средостение уничтожено, преграды пали Расстоящее соединилось, мрак рассеялся, свет воссиял Святитель Иоанн Златоуст Рождество Христово – день, когда Спаситель явился в наш мир Великое для каждого христианина событие Чувством радости и ликования наполнены как церковное богослужение, так и иконы праздника Основными источниками иконографии Рождества Христова являются Евангелие и церковное предание Самые ранее сохранившиеся изображения относят к IV веку Два вида изображений икон Рождества Христова Первый – это древний вид, канонический, когда изображается не только сама пещера Рождества Но по краям иконы изображаются события, связанные с этим праздником Там предстоит Иосиф, которого искушает сатана мыслями о непорочности Пресвятой Богородицы Там находятся волхвы, которые пришли поклониться Богу-младенцу Но сейчас в нашем понимании, как правило, мы привыкли к иконам живописным То есть на которых изображается не каноническое изображение, а более привычное нашему зрению живопись Но и там, и там крайней точкой в иконе всегда является пещера Рождества Те вифлеемские ясли, в которые был положен Спаситель после рождения Изображаются всегда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник, как родители Спасителя Изображаются животные, которые были в то время в хлеву И, как говорят некоторые из подвижников, что они первые поклонились из вещественных тварей Изображаются святые ангелы, которые на вифлеемском поле пастухам возвестили радостную весть о том, что в мир родился владенец Христос Вот тайна, воспетая ангелами С пришествием Сына Божия на земле воцарен мир Сначала в малом избранном стаде, в церкви его, в апостолах, которым он многократно преподавал этот мир А потом во всем царстве благодати или церкви его, распространившейся по всей земле Праведный Иоанн Кронштадтский Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми днями или Святками По сути, это продолжение праздника Рождества Когда-то эти два события отмечались одновременно и назывались Богоявлением Святки на Руси праздновались ярко и торжественно Все поздравляли друг друга, славили Христа, проводили время в делах богоугодных, милосердия и помощи ближним В эти дни каждый понимал, что Господь стал к нему ближе Казалось бы, рождение Христа свершилось давно, более двух тысяч лет назад А церковь снова и снова воспевает Христос рождается, и душа каждого из нас может стать пещерой таинства А сердце яслями, в которых родится младенец Христос В этот день я хочу сердечно поздравить зрителей девятого телеканала, всех рязанцев С праздником Светлого Христового Рождества Господь пришел на землю ради нас с вами, ради того, чтобы нас спасти Поэтому в этот день каждый из нас должен постараться навестить своих близких Поздравить соседей, например, одиноких, у которых нет никого С которым и праздник отметить, как говорится, не с кем Придите к ним, поздравьте их Достаточно двух, трех теплых слов человеку Для того, чтобы его сердце приблизилось к Богу Давайте не только в этот день, но и в другие дни Станем немножечко лучше Вспомним о том, что Господь пришел на землю Для того, чтобы всех нас с вами спасти На сумраке звездном полночного неба Над спящей во мраке землей Звезда откровения, звезда Вифлеема Зашла христианская зарезь И спал безлитежно в объятиях ночи Не слышал, не видел, не знал Что в эту минуту сошлись в одной точке Конец и начало, начало Рождество, Рождество Свет надежды, любви, торжество Рождество, Рождество Радость, мир и покой Рождество, Рождество Рождество над землей Рождество, Рождество Радость, мир и покой Рождество над землей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова